Ставропольские ученые выяснили, что из-за падения Челябинского метеорита в небе образовалась озоновая дыра. Она даже получила условное название «Ставропольская». Озоновый слой прорвало точно над Ставрополем. Через дыру жителям города угрожает облучение из космоса. Сотрудники МЧС края сразу предупредили граждан о грозящей опасности. Сообщение передано через систему информационного оповещения. Также населению города выдаются средства индивидуальной защиты в виде высокотехнологичных колпаков из фольги. Получить граждане города могут его в пунктах выдачи средств индивидуальной защиты, а также в аптеках города. Они позволяют свести на нет негативное воздействие излучения на головной мозг человека. К тому же они просты в использовании и их очень несложно эксплуатировать. А деваются они вот таким образом, носятся. Тем временем в аптеках Ставрополя Аншлаг люди расхватывают средства индивидуальной защиты от космических лучей. Только за сегодняшний день у нас уже продано более 300 колпаков. Люди очень встревожены негативным воздействием Ставропольской дыры и действительно боятся того, что космическое излучение может повредить им мозг. Приходится успокаивать. Фольга отлично экранирует космическое излучение. И сразу хотелось бы предостеречь горожан от подделок, которые уже появились на медицинском рынке. Потому что настоящий колпак отличает своеобразную антенну, которая является неким громоотводом от космического излучения. Особенное беспокойство из-за открывшейся Ставропольской дыры проявляют студенты. Это и понятно. Излучение из космоса может повлиять на успеваемость. Я стал утомляться еще на прошлой неделе. Стал плохо запоминать лекции, стал раздражаться, быстро утомляться. А потом уже услышал предупреждение от МЧС и сразу же купил средства индивидуальной защиты. И полегчало. Большинство людей на улицах Ставрополя уже ходят в защитных колпаках. Никому не хочется стать жертвой космических лучей. Между тем, некоторые уже поплатили за свою беспечность. Эффект воздействия от этого излучения, он совершенно непредсказуем. В магазинах фольгу разбирают, как горячие пирожки. Средства индивидуальной защиты можно сделать собственными руками. На самом деле, сделать такую шапочку можно и самому. Для этого нужно всего лишь обернуть кусок фольги вокруг головы. И самое главное, сделать вот такую вот антенну. Фольга есть? Нет, закончилась. Марина Товканёва, Евгения Токарева, Александр Конорев. Комсомольская правда. Ставрополь.